Подскажите, вот получается, философия — это такая научная попытка подойти к духовному миру. И до недавнего времени, да, она была такой царицей среди наук, были люди, собирались, обсуждали. Как вот с развитием, получается, человечества мы пришли к тому, что это не то, что забылось, а стало и пренебрегаться, и, наоборот, философия — это какое-то унижение, и в том числе в этот же список и Каббала попала. Мы же развивали науку, а она пыталась научно объяснить и эту область. Философия занимается вещами, которые не являются наукой, которые невозможно измерить, которые невозможно повторить с помощью каких-то действий и получить тот же самый результат, как в науке. В философии такого нет. И в Каббале мы тоже не знаем, поскольку Каббала находится выше наших чувств. Поэтому Каббала, Каббалу тоже относят к философии. В философии что делать? Когда я хотел получить докторскую степень, то я в институте философии делал докторат. Что делать? Да. И я ещё должен был написать, что они думают, что должно быть, иначе я бы не получил степень доктора. Но мне это было важно для каких-то других целей, для рекламы Каббалы потом. Так нет выхода. Но, разумеется, Каббалу относят к все остальные религии и всякие верования, у которых нет никакой основы практической доказательств. Так и Каббалу к ним относят, потому что кто может доказать? Один другому доказать не может. Наука Каббала — единственная из всех методик, которая может привести человека к ощущению высшего мира, к ощущению Творца. И обучает его, человека, как дать меры, числа своим ощущениям, как измерить. И тогда она превращается из философии чего-то абстрактного в нечто очень-очень конкретное, научное. И становится даже главой всех наук. Потому что она говорит о высшей силе, как она спускается, облачается в нас и строит в нас различные формы желания получения. А затем отдача желания получения, с помощью чего мы постигаем всю высшую действительность чувственным образом, как наш мир и намного больше его. Поэтому наука Каббала — это не обычная наука, и не всякие эти премудрости, у которых нет никакой научной основы. Она находится вне как того-таки другого. И поэтому она находится в таком виде несильном. Потому что если ты говоришь, что я нахожусь в религиях, так религии на них не спорят. То, что есть, есть. Есть 2800 религий, и ты среди них. Ну, по крайней мере, самые распространённые религии в мире. И эти религии тоже все следуют из науки Каббала, поскольку взяли что-то оттуда, украли и захотели отнести к этому миру, к силам и законам этого мира. Ну, так это всё построено. Можно сказать, что все религии, все философии вышли из Каббалы. И теперь, так как философии все как бы трансформировались в религии, получается, и люди перестали испытывать необходимость философии, то есть зайти в распространение Каббалы через философию мы потеряли возможность. И через религии тоже не можем. Осталось чисто как бы Каббала. Можно так сказать, да. Так можно сказать.